Пятая кордная улица дорожных заплаток. Так характеризуют состояние асфальта в микрорайоне местные жители. Евгений работает водителем маршрутки, рассказывает, каждый выезд в рейс проверка на прочность не только подвески авто, но и нервов водителя. Есть, конечно, местами ровные участки, но такие в явном меньшинстве. Полноценно здесь не ремонтировали дорогу более 25 лет. Ни обочины, ни дорогу. Делали только ямочные ремонты. Около детской поликлиники, около пешеходного перехода огромные ямы образуются в связи с провалом асфальта. Никто не хочет пятую кордную ремонтировать. Никто. Абсолютно никто. Когда Евгений увидел скопление дорожной техники на пятой кордной, обрадовался. Думал, дождались местные жители капитального ремонта. Однако на деле оказалось, что шесть дорожных бригад в полной готовности приехали с иной задачей. Улицу выбрали в качестве главного объекта для конкурса профессионального мастерства городских дорожных служб. Критерии оценки, организация работ, схема расстановки знаков согласно согласованного проекта. Также будем смотреть рейка и фондопроверять ровность, максимальные и минимальные значения. Максимальные значения должны превышать более 7 миллиметров. Ну и так в целом организацию работают. Ну и больше на качество будем смотреть. Работники ДЭУ со всех округов расположились на наиболее разрушенных участках. Они должны отремонтировать каждый свою территорию на бригаду не больше 50 метров. То есть в общей сложности рабочие частично восстановят 300 метров дорожного полотна. При том, что общая протяженность пятой кордной – 3 километра. На самом деле есть небольшие вопросы к тому, как отбирали участки для ремонта. Например, сейчас я нахожусь по адресу 5-я кордная, 65, и можем видеть такую картину. Асфальт по краям постепенно рассыпается, уходит под воду, все в грязи. И здесь же следующая картина – остатки прошлогоднего ямочного ремонта. На этот раз никаких кирпичей. Дорожники делают ремонт по всем требованиям ГОСТа. Срезают разрушенный слой, зачищают и укладывают свежий асфальт. Участки отобраны по принципу наибольшей изношенности. Уделили внимание и жалобам местных жителей. Письменных запросов и требований отремонтировать дороги в администрацию, по словам чиновников, с пятой кордной поступает немало. Почему на постоянные обращения граждан чиновники реагируют полумерами и проводят ямочный ремонт вместо капитального – все просто. Бюджет в Омске не резиновый. Впрочем, по словам представителей Управления дорожного хозяйства и благоустройства, в следующем году рабочие сюда вернутся уже при деньгах и, соответственно, с более глобальными задачами. Пятая кордная вошла в список дорог, которые будут отремонтированы в 2021-м. На данном участке автомобильной дороги протяженностью практически 3 километра будет выполнена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, будут восстановлены бортовые камни, будет выполнено устройство технических тротуаров. То есть на всем протяжении участка, который составляет порядка 3 километров, будут выполнены комплексные работы. Ремонт дороги в 2021 году будет проходить в рамках нацпроекта и безопасные качественные автомобильные дороги. До конца 2020-го в администрации Омска планируют отторговать объект, чтобы подрядчик мог заранее готовиться к работе. Что же касается конкурса профмастерства, муниципальные дорожники проявили себя наилучшим образом. Заямочный ремонт городских дорог можно не переживать. Его делают профессионалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин